Можете задать вопрос, я не знаю, про какой фильм ждешь. Ну, никакой, конечно, но зато можно поговниться на тему Бэтмена против Супермена и так далее. Или там про Эши зловещие мертвецы можете задать вопрос. Что-нибудь в этом роде. Легковесное такое. Не про языкознание и не про философию. Как относишься к Радио Радонеж? Отличная радио. Ну, просто я не могу рекламировать другие радио. Я же на МЭДФМ и РДЖА. То есть это было бы совершенно неправильно. То есть я сейчас буду. Радио Радонеж, величайшее радио. Нет. Нет, нельзя. Нет, стоп. Радио Радонеж это вообще невозможно слушать, на мой взгляд. То есть как бы, будучи здоровым человеком, не являющимся человеком с отклонением, психическими, а все-таки все фанатичные веруны, они, ну, немного того. Как бы неважно, сектант он православный или, ну, неважно кто, но если он настолько фанатик, что он готов слушать Радио Радонеж, то есть, ну, добровольно это невозможно слушать. Это уже перебор. Это все равно, что каждый день в церковь ходить и знать там наизусть всю Библию. То есть это уже ненормальная вера. Это фанатичная вера. Так что, мне кажется, Радио Радонеж не должен слушать ни один здоровый человек. Более того, можно сойти с ума, слушая его. Ну, к счастью, здоровых людей не так много, поэтому у Радио Радонеж аудитории, в принципе, хватает. Ты думаешь? Аудитория есть даже у Ильи Николаевича Храброва, так что, как бы, все нормально. Сейчас на планете столько людей живет, что любой контент может найти. Как ты думаешь, вообще, в принципе, существуют люди, которые серьезно, вот, серьезно фанатеют от, ну, допустим, без Стёба, а вот именно им нравится, ну, допустим, какой-нибудь Толян? Сложный вопрос. Сложный вопрос, потому что я не так много контента Толяна видел. Ну, хорошо, не Толян, ну, давай того, кого ты много смотришь, Вовамас, например. Ну, то есть, как бы, вот, может ли мне быть серьезно? Вовамас, а вот тут не совсем понятно, как бы, что значит без Стёба, потому что контент Вовамаса, он, ну, не очень серьезный. То есть, вот, Храбров, например, это уже другой вопрос, потому что там четко можно разграничить, кому Храбров нравится, те чисто по фану, а кто без Стёба реально, вот, философия, как бы, да, великий мыслитель и так далее. Ему, кстати, такой человек донатил, вот, из Эстонии деньги очень долгое время, он на это жил. Вот, как бы, что вот, это православный, настоящий, современный юродивый, он очень близко к Богу, вот, при этом он философ и ученый, соответственно, великий, и все. А, как бы, то есть, тут вот разграничение такое четкое, а вот в плане Вовамаса, там, ну, у него контент, где он показывает очко, например, засранное, как бы, на камеру. Ну, и люди, которые к этому отно... Вот, как выглядит человек, который не со Стёбом относится к этому контенту? Вот, чисто гипотетически, как бы этот человек выглядел вообще, то есть, не совсем понятно. Там, потому что контент сам по себе... Я сомневаюсь, что Вовамас у себя, как бы, в уме считает, что вот сейчас я послание к будущим поколениям запишу Дисна Хованского, там, или еще что-нибудь, вот, которые будут преподавать в школах и так далее. То есть, поэтому там, там же исключительно Стёб, и отношения, может быть, исключительно Стёб. Да, ребят, я понимаю, что тут написано, что нужно оранжевые, которые в виде полумесяца, нужно завести в центр, но я не понимаю принципа. Я все равно ничего не понял. Я все равно ничего не понял. Оранжевую луну в центр, переставь право, чтобы вертикальный ряд из трех был. А теперь что? А теперь что? Не надо задавать вопросы из серии «Уместно ли была бы в России царская семья? Серьезно?» Так погоди, погоди, это довольно интересный вопрос. Я, правда, на него уже отвечал, так или иначе. Я не понимаю этой пятнашки, она какая-то потная, мразотная. У нас же пытались возродить царскую семью, когда Бене был совсем плох. Я как раз, по-моему, на подкасте с тобой рассказывал. Разве нет? Вроде нет. В 90-е, когда Бене был совсем плох, в середине привезли, короче, какого-то еврея 13-летнего, который там один из внучатых, там, племянников, прапраплемянников Николая II. Вот, но народ на него посмотрел, сказал, что такого царя нам не надо. До сих пор существует, типа, царской семьи, в сайт, и ты все это можешь в интернете найти. Ну, замечательно. Ну, я помню, еще было интервью с... Как вызывать этого деда из группы Алиса. Короче, со фронтменом группы Алиса было интервью, в интернете лежало, где он предлагал заключить дипломатический брак между дочками Путина и какой-нибудь королевской семьей, там, я не знаю, Нидерландов или Великобритании, там, чтобы... Чтобы новая такая европейская монархия образовывалась. То есть, это... Да, вот, Кинчев написали в чате. Да, вот, Кинчев из группы Алиса, который небославян. То есть, вот... То такие настроения, они до сих пор, конечно, имеют место в... в россиянском обществе. Это нормально. Но вот тут хороший вопрос. Уважаемый маргинал, можете рассказать, пожалуйста, что за ситуация с Асей Казанцевой. С Асей Казанцевой никакой ситуации нет. Как бы... Да, вот, лично у меня. Но мнение касательно Аси Казанцевой нормальное, как компиляторская деятельность на научную тему. То есть, абсолютно такой средний проходной научпоп читать. Он не вредный для прочтения, на мой взгляд. То есть, это не какие-то... В какой-то степени лучше западных аналогов даже. Так что, можете смело читать. Единственное, что, как бы, если кого-то беспокоит пропаганда гомосексуализма, то можно обойти стороной. А если не беспокоит, то смело. Я вообще не знаю, кто такой Аси Казанцевой. Я пытаюсь понять эту головоломку. Я вообще ничего понять не могу. Я так устал сегодня от фоллаута. Блин, куда двигать ее, чтобы было... Да, все, я понял. Кажется. Или нет. Сейчас, секунду, ребят. Я чувствую, что я близок к разгадке. Или нет. Какие из них сентименты? Сентимент токенс. Три в ряд. Розовые сердца, не фиолетовые. А, розовые три в ряд сделать. Это я могу. Ща. А, ну все, вижу, вижу. Нет, не хотят. Так. Тут надо одним же движением, правильно? Маргинал, ищи пока вопросы. Я пытаюсь розовые сердца совместить. О, Бука выпустила специздание Life is Strange. Будешь брать? Life is Strange? Бука? Погоди, какое издание? Русское? Ну, Бука, отечественное, вроде это русское издание, по-моему. Там просто субтитры или они озвучили. Если озвучили, то я с радостью бы поиграл. Снизу слева, снизу наверх перемести, чтобы три в ряд было. Снизу слева, снизу наверх. Ты вообще понял, что ты написал? Там под аниме-телкой написан цвет, который нужно собрать в ряд. Щас это голубой. Так это голубой все-таки? Типа. Не то розовый, говорят, то фиолетовый. Снизу. А, три слезы. Щас соберем. Что? Не-не-не-не. А, понял. Да, окей. Ща, погоди, все семьи играем маргинал. Так че ты говоришь по поводу Кинчева-то? Он с Асей Казанцевой познакомился? Да, замечательный вышел по фанфик на самом деле на эту тему. Так, по поводу по поводу издательства Бука пишут, я бы от Боки и Жоки взял специальные издания. Ну, типа, чтобы они озвучивали, наверное, всех девочек в Лайфе Стрэнни. Не знаю, я бы, ты знаешь такого чувака, который собирает деньги все время на озвучке, русскоязычные всякого дерьма, но потом ни одну из них никогда не выпускает, то есть он уже переводил Доту, потом решил переводить Fallout 4, теперь зачем-то переводит Лол, который уже переведен, собирается переводить Смайт, то есть как бы вот он одержим переводами абсолютно. То есть я тебе серьезно рассказываю, вот если бы ты вдруг решил свое знание английского приложить в такой мини-ммм, ты бы мог так же себя вести, то есть это абсолютно одержимый чувак, он теперь на моего знакомого хочет, ну, мой знакомый заявил, что этот чувак никогда ничего не сделает, и тот теперь собирается подать в суд по статье клевета и взыскать миллион рублей, но я думаю, что миллион, конечно, никогда не взыщет, но у нас законодательство такое, особенно в плане клеветы, что какие-нибудь там 10 тысяч рублей он вполне способен отсудить, я, кстати, тебе не советую распространять всякие слухи по поводу кинчево, казанцево и храброво, собак, там и так далее, то есть ты же сам понимаешь, что все это может плохо для тебя закончиться. Ну, да, да. Мы можем выпендриваться только в адрес украинцев, так что... Там какой-то человек одержим голодными играми, ответь ему, пожалуйста. Могу. Судя по тому, как в голодных играх родители с попкорном наблюдают за убийством своих детей, потому что автор сей дресне амуриканка, можно сделать вывод, что пиндоские родители живут по тем же нормам или просто автор книги тупая узда. Ну, я не знаю, дело в том, что, как бы, если речь идет про автора, да, то, значит, речь идет не о фильме, а о книге, а я, по-моему, я и фильм даже не смотрел. Книгу я точно не читал, тебе точно могу сказать. Фильм, я не помню, по-моему, я вообще только обзор на первую часть видел и все, то есть, мне особо сказать нечего. Я надеюсь, бэткомедиана? Конечно, конечно. Кого и кого же еще? Это хорошо. Как бы ты отнесся к открытию общественных теребилен, где можно за небольшую плату что за мерзость? Чуваки, ну вы какую-то вообще гадость спрашиваете, какие теребильни? Это больные люди, что ли? Теребильни. Что это за бред? Причем, посмотри на описание этой теребильни. Я когда представляю себе что-то под названием общественная теребильня, то мне представляется прежде всего место, где ты можешь уединиться сам с собой, а здесь описание совершенно как-то идиотское. Чем тебе не устраивают проститутки, если ты больной человек? Я даже вывеску себе представляю. Такие старорусские буквы, надписи. Теребильня шишел-мышел. Я не знаю что-нибудь такое. Блин, на самом деле мы смеемся, а я рассказывал на своих стримах про всяких там собутыльников по вызову и прочее сранее. Все это появляется, так что я бы на твоем месте не смеялся заранее, потому что когда человек откроет Теребильню, она будет гораздо успешнее, чем, например, моя пивнушка, которую я планирую открыть, то это будет несколько обидно. В постеле была такая, в постеле была не такая. Что, по твоему мнению, нужно сделать, чтобы следующий фоллаут стал нормальной игрой? Ну, я уже говорил, что ее надо отобрать просто у Бесезды права делать эту игру. В чем главные предъявы к Бэт Комедиуму? Он же святой, уважает ветеранов. Ну-ка, поясни за Бэт Комедиана. Я просто не хочу, потому что у меня к нему другое отношение, но ты, по-моему, единственный человек в интернете, который не любит Бэт Комедиана, поэтому, собственно, ты поясни за Бэт Комедиана. Да, значит, по поводу Бэт Комедиана, я, в корне, не согласен с его взглядами на мировое кино, то есть, очень печально, что главным кинокритиком в стране является человек, для которого вершина западного кино это Тарантино и Кевин Смит. То есть, ну, я ничего не имею против этих двух режиссеров, замечательных режиссеров, но стоит понимать, что в первую очередь любой фильм как бы этим персонажем сравнивается вот с подобным контентом сразу же. То есть, из-за этого дикая бомбежка у него на того же Прометея Ридли Скотта, хотя Прометей отличный фильм. Но на уровне первого чужого все не хуже. Абсолютно. Вот. Кстати, у Гоблин такая же фигня абсолютно с этим Прометеем. То есть, все, как бы, вот эти вот могуще идти на умы. Ну, продолжай. Многие критики так делают. Они вот берут какую-то странную основу, знаешь, для восхваления всего. То есть, ну, например, вот, АВГН, он все игры почему-то сравнивает там с Контра и Супер Марио, хотя не все игры обязаны быть похожи, да, по системе игры и так далее. То есть, он все время говорит, вот в Супер Марио можно было так-то прыгать, хотя игры, которые он обозревает, ничего общего не имеет. Ну, в общем-то, и целом, но просто это обычный такой прием. Например, Антон Логвинов вообще всегда все игры сравнивает с другими играми, которые ему нравились. Рассказы.